Продолжение следует... Начнется чемпионат Европы по самбо. И здесь сейчас проходит подготовка национальной сборной команды Израиля по самбо. Вот сзади меня видите плакат официальный. Пройдем в зал и посмотрим, как проходит тренировка. И поговорим с Павлом Усиным и другими спортсменами, кто будет участвовать на этом мероприятии за национальную команду Израиля. Давайте пойдем вперед. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, Павел. Добрый день. Сегодня проходит тренировочное занятие национальной команды Израиля по самбо. Хотел бы узнать, во-первых, как готова команда к предстоящему чемпионату Европы. Ну, наверное, это первый вопрос. Ну, скажу так, мы готовились очень серьезно, потому что это наш чемпионат, который проходит у нас, в нашей стране. Нам очень важно проявить себя и показать себя. Подготовка проходила многоуровневая, скажем так, и длительная. Отбор был занятий проведен за 4-5 месяцев до старта. Мы уже знали состав команды и провели отличную подготовку к этому чемпионату. Команда выглядит великолепно. Это будут и чемпионаты первенства молодежные по самбо. Израильская команда в полном составе будет принять участие и как по молодежи, так и по взрослым, мужчины и женщины. Ну, я могу сказать, что Израильская Федерация восстанавливается, скажем, после длительного перерыва. И на данный момент у нас команда еще не полная. Но могу сказать, что это одна из самых больших, один из самых больших составов команд, когда-либо вообще выступавших на первенствах и чемпионатах Европы. В команде есть уже такие, так скажем, титулованные самбисты, которые проявили себя на предыдущих чемпионатах Европы и мира? Конечно. Если у нас по взрослому, у нас есть Тарьель Абасов, чемпион мира последнего 2022 года, серебряный призер мира Арчи Вольфман, Али Шлезингер, надеемся, что все-таки выступит. На данный момент она готовится и планирует выступить на чемпионате. Также на первенстве у нас выступает и молодежная команда женская, наши очень сильные призеры и медалисты прошлого года чемпионатов мира, такая, как Низа Бутковалев, Наураж Абтай, Анастасия Земченко, девочки, которые титулованы у нас, показывают уже результаты в прошлых годах, и мы надеемся на результаты в этом году тоже. И плюс у нас есть молодые ребята, которые проявили себя на международных полунирах в этом году, и мы надеемся, что покажут результат на первенстве чемпионата. Вы сказали про Алис Шлезингера, ну, она, наверное, одна из самых титуловенщих самбисток и вообще известнейшая спортсменка в Израиле и в мире. У нее был долгий период, такой, как я помню, соревновательно-тренировочный. Это ее такой завершающий будет старт, аккорд в спортивной карьере? Ну, мы планировали завершающий старт в 2021 году, после этого она забеременела, родила ребенка, и все-таки желание у нее присутствует, пока нет утрам, пока нет утрам, есть возможность тренироваться и продолжать. Она пытается продолжать. Нелегко ей, скажем так, ребенок и работа, и все. В принципе, в ее возрасте она уже не может себе позволить только тренироваться, но она готовится, серьезно готовится, и я думаю, что проявит себя еще раз. Вообще этот чемпионат Европы, он из вообще больших спортивных событий самбо в Израиле не первый, да? Был уже в прошлом году чемпионат мира по пляжному самбо, и, как я помню, уже проводились чемпионаты Европы по самбо в Израиле. Проводился один раз чемпионат Европы по самбо в 1992 году, 30 лет назад, и мы видим очень символично то, что через 30 лет мы еще раз привели чемпионат Европы в нашу страну, так как на данный момент самбо в Израиле на очень сильном подъеме, клубы развиваются, спортсмены тренируются, все больше и больше ребят приходят на тренировки, и это радует. И я думаю, что этот чемпионат даст еще один дополнительный толчок к развитию самбо в Израиле. Скажите, проведение этого чемпионата способствовало то, что в прошлом году провели чемпионат мира по пляжному самбо. Вот мы с вами разговаривали в прошлом интервью по поводу пляжного самбо. Вы сказали, что для государственных чиновников, в принципе, пляжный чемпионат произвел такое интересное впечатление. И это послужило ли это фактом того, что чемпионат Европы сегодня проводится в Израиле? В принципе, у нас был в 2021 году запланирован переносство Европы. Заранее подали заявку, заявка была принята. И был запланирован в 2021 году переносство Европы. Но так как с последними событиями в мире и коронавирусом, и военными действиями между Украиной и Россией, у нас так получилось, что это переносство было отменено в Израиле, переносство было в другое место. И, как вы знаете, это объединенные чемпионаты переносства в одни соревнования. Мы просили вместо 2021 года получить это переносство здесь у нас в Израиле. И так как его объединили, мы получили оба государства. Для наших, в принципе, израильских чиновников, это был, чемпионат мира был шоковым событием. Им очень понравилось. Они все получили огромное удовольствие и от борьбы с самбо, как таково, и от проведения чемпионата, и от количества зрителей, которые присутствовали на трибунах. Около 2,5-3 тысяч зрителей присутствовали на этом чемпионате. И, конечно, это нам очень сильно помогает и в развитии и продвижении самбо в Израиле. Уже известно, кто из государственных деятелей будет присутствовать на чемпионате Европы? Может быть, в открытии кто-то приглашен? Известные личности израильские, культурные, научные, политические жизни? Мы приглашаем всех, кого мы только знаем, с кем у нас есть связь. Приглашаем всех. От всех министров пригласили и культуры, и спорта, и туризма, и всех руководителей спорта, Олимпийского комитета. Кто придет, мы пока на данный момент еще не знаем, но я надеюсь, что появится как можно больше людей, которые увидят и познакомятся с нашим видом спорта, и поймут, что это очень серьезный, красивый и зрелищный вид спорта. Ну и напоследок пожелания и приглашения всем, кто примет участие в этом чемпионате в Израиле, который пройдет в Хайфе. Так как у нас есть время, мы выпустим этот репортаж немножко заранее. Ну, я думаю, что это будет один из самых красивейших, зрелищных чемпионатов, поэтому я желаю всем успехов на этом чемпионате, борьбы, честной борьбы и успехов всем. Спасибо, Павел. Спасибо. Здравствуй, Елизавета. Здравствуй. Скажи, пожалуйста, ты являешься членом национальной команды сборной Израиля по самбо. Как долго ты в самбо и какие у тебя уже есть успехи в соревновательном самбо? Я первый раз соревновалась в 2018 год по самбо. Я начала самбо где-то в 2016 год. Каждое соревнование, что я решила, я брала медали и на чемпионате Европы, и на чемпионате Миры. Третье место, второе место, первое место тоже взяла на чемпионате Миры 2021. Ты выступаешь во взрослой категории или пока по молодежи? Я была юношей, и в этом году я пришла в юниор. На этом чемпионате Европы ты впервые будешь участвовать как в возрастах юниор. Скажи, как ты чувствуешь себя? Готова ли ты показать хорошую борьбу и получить медаль? Всегда готова показать хорошую борьбу, и медаль я тоже готова. И работаю очень сильно, и много, чтобы эту медаль завоевать, и все. Ты уже знаешь своих соперниц, кто, возможно, выйдет на ковер. Есть те соперницы, с которыми тебе сложно бороться? Это новые соперницы, потому что это первый раз на юниоры. Я не знаю, с кем я могу быть. Как ты вообще думаешь, чемпионат Европы в Израиле по самбо – это хорошее спортивное мероприятие? Оно придаст больше известность самбо в Израиле? Конечно, если чемпионат Европы будет в Израиле, это даст процветение самбо в Израиле и вообще самбо в мире. Потому что много людей могут прийти, посмотреть, и даже может потом прийти и попробовать на тренировки в клубах, что у нас есть в Израиле. И я думаю, что это хорошее мероприятие. Самбо – это тяжело? Ну да, тяжело. Просто тяжелый бардак. Почему самбо? Потому что я это люблю. Я люблю адреналин. Я люблю, когда я работаю с мальчиками на тренировке, я их обрастаю. И я люблю чувствовать сильность сама с тобой. Спасибо и успехов тебе. Спасибо. Здравствуй, Йосиф. Здравствуй. Скажи, пожалуйста, твое начало в самбо. Где ты начал заниматься самбо, в каком году и где продолжаешь? Мое начало самбо, наверное, было положено в 2011 году. Это был один из филиалов в Москве «Самбо-70». После череды соревнований мне заметили, и мне захотелось поступить уже в основное отделение «Самбо-70» на теплом стане. Туда я поступил в спецкласс. В пятый класс среднюю школу. Закончил школу «Самбо-70». Продолжал быть профессиональным спортсменом клуба. И в этом году сменил страну, сменил гражданство. Точнее, не сменил, а просто переехал в Израиль. И здесь уже начал тренироваться под руководством Павла. Скажи, пожалуйста, ты ощущаешь какие-то такие явные отличия от тренировочного процесса, которые были в России и которые сейчас в Израиле? Честно сказать, существенно. Большое различие. Где-то в мелочах какие-то тренировки в целом отличаются. По ФП, по кардио. Например, в Израиле делают иную работу, нежели у нас. И, ну, что я могу сказать о ковре, спарринге, задании и упражнении в основном похожи. Но, допустим, русская школа уделяет больше внимания каким-то мелочам, мне кажется. Твои успехи в Израиле, насколько они сегодня, ну, такие ощутимы? Я считаю, они пока минимальны. Я пока только ко всему привыкаю, только начинаю набирать разгон в мужчинах, потому что я только перешел из юниоров. Это неважно, в какой бы стране ты ни был, это тяжело из юниоров мужчины перейти. А сейчас так вообще у меня как-то это все вдвойне тяжелее ощущается. Но я чувствую потихоньку, как я начинаю привыкать к мужчинам, как я начинаю привыкать к взрослой борьбе. Пытаюсь отходить уже от юниорской, от детской и начинаю уже думать иначе. Ты уже боролся на чемпионате Израиля? По самбо? Да. Или ты участвовал уже за национальную команду? Я участвовал за сборную Израиля уже на чемпионате Европы в Сербии. Там я, к сожалению, занял пятое место. Потом у меня был чемпионат мира в Бишкеке. Там я занял третье место. И сейчас мой второй чемпионат Европы за Израиль. Хорошо, хочется исправить результат предыдущий. На твой взгляд, насколько самбо в Израиле популярна? И на твой взгляд, заслуга популярности самбо в Израиле? Честно, я даже не ожидал, что самбо будет настолько развито в Израиле. Но, честно сказать, это тоже только начало, я считаю, у самбо в Израиле. Что здесь только все начинается. Что здесь есть огромные перспективы в других городах развивать. Потому что центральный Израиль, благодаря Павлу, благодаря тренеру сборной, уже и в Ришине, и в всех городах рядом с Ришином, оно хорошо развито. Но если отъехать на север, на юг, мне кажется, там уже многие не слышали, что такое самбо и хотелось бы их просвещать. На твой взгляд, популярность самбо в Израиле, она благодаря репатрианту, благодаря приехавшим из стран бывшего Советского Союза? Или это все-таки такая тенденция вообще общего развития самбо? Ну, мне кажется, основную школу все-таки привезли Советского Союза со страны СНГ. Но этого бы всего не было бы, естественно, если бы этим не загорелись израильтяне. Мы можем видеть на тренировке очень много не только русскоговорящих ребят, очень много коренных израильтян. И очень приятно смотреть, когда израильтянам, которым этот спорт не так уж близок, как нам, начинают нравиться, и они входят. Может быть, они пока что не так замотивированы брать медали и смотреть на это как на профессиональный вид спорта. Но наоборот, хочется, чтобы русскоговорящие больше способствовали тому, чтобы этот спорт воспринимали всерьез. Вообще, понимание самбо на иврите, я имею в виду на языке, как оно для тебя? Созвучно ли? Ну, в целом, это не самое такое слово, которое меня удивило на иврите. Это еще, так сказать, забава. Поэтому интересно-интересно получилось. Вернемся к чемпионату Европы. Твои планы. Понятно, что каждый спортсмен имеет цель, надежду и так далее. Как ты себя сам чувствуешь, твоя подготовка к этому чемпионату, насколько хорошо прошла и перспектива твоего положительного во всех отношениях участия? Месяца два назад у меня была травма колена. Из-за этого я очень поздно начал подготовку. Из-за этого у меня была реабилитация. Хотелось обойтись без операции, поэтому я заканчивал ногу, чтобы успеть на этот чемпионат Европы. Была пройдена очень большая работа со всеми тренерами. И по ОФП, и по кардио, и на ковре. Поэтому я, конечно, чувствую свое тело теперь иначе после травмы. Но после всей этой работы, я надеюсь, благодаря подводке, я выйду на свою пиковую форму. И все-таки смогу показать, что есть. Ты знаком уже с теми твоими соперниками, которые, возможно, выйдут на ковер? Кого-то ты знаешь, с кем-то боролся по юниорам. Может быть, в особенности, конечно, это те соперники, скорее всего, из сборной России, которые будут участвовать. Но, возможно, из других стран. Я предполагаю, кто поедет, за какую страну. Потому что точно я не знаю, кого поставят в сборной или в какая ситуация в стране. Но у меня очень мало конкурентов, которые были со мной в юниорах. У меня абсолютно все конкуренты новые. Их я прочувствовал на Европе, на мире. Мне кажется, приедут те же самые люди. И я уже буду к ним каждому лично готовиться. Я уже, так сказать, их трогал, их ощущал. И теперь знаю, с каким пониманием надо к ним подходить. И я настраиваюсь на определенных лидеров в моем весе. Буду их ждать. Надеюсь, они прилетят. Со многими очень хочу взять реванш. Ну и в заключении пожелай, что ты хочешь от себя, участникам предстоящего чемпионата Европы. Ну и вообще всем любителям самбо. Всем любителям самбо. Желаю огромной удачи. Обязательно меньше травм в нашем деле. И чтобы просто судьба вам сопутствовала. Чтобы вы не пропускали ни один старт. И каждому старту подходили как последнему. Спасибо большое, я тебе. Спасибо тебе. Спасибо. Помога. Нам Colombia. Помогони. Вышли. ПЕС. Здравствуйте, Ариэль. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, как давно ты начал заниматься самбо? Где именно и какие у тебя на сегодняшний день такие успехи? Я здесь начал тренироваться самбо 9 лет назад. Сейчас я действующий чемпион мира по боевому самбо. И 2021 год я был чемпионом Европы. И сейчас мы готовимся тоже на чемпионат Европы 2023 год. Скажи, пожалуйста, ты начал свой путь в боевое самбо через спортивное или у тебя была какая-то другая подготовка? Нет, через спортивное. Вот это была моя база. Спортивное самбо. И потом я уже начинал набирать ударная техника и начинал уже выступать по боевому. Почему ты решил переключиться именно в боевое самбо? С чем это связано? Потому что в самбо, скажем, или даже в дзюдо, есть только один или две способы выиграть. А в боевой самбо есть больше выборов. Для меня это как шахмат, только с высоким риском. Сегодня ты чемпион мира, действующий. На твой взгляд, конкуренция в боевом самбо насколько велика? И вообще переходит ли в боевое самбо из других таких смежных дисциплин? Там ММА или еще каких-то? Или наоборот идет отток из боевого самбо в те направления? Нет, наоборот. Потому что если можно смотреть по результатам, в последних чемпионат мира были три или четыре чемпиона мира, которые не были с Россией и не с Украиной, то это значит, что спорт развивается. Вот россиянин в моей категории проиграл. Значит, что не только Россия выиграет. Это хорошо, потому что спорт развивается. И побольше у нас будут призеры из разных стран. Это просто объясняет, что спорт уже разве. А переход спортсменов из других направлений, имеется в виду, допустим, ММА, UFC и так далее, в боевое самбо просматривается? Ты видишь? Или наоборот, многие из боевого самбо уходят в ММА? Я скажу, что очень много ребят приходят по боевому самбо выступать. Тоже большинство там все профессиональные бойцы в ММА. Я думаю, что это хорошая площадка, чтобы на самом деле набрать опыт, драться, выступать. Очень зрелищный вид спорт, очень похож на ММА. Но только там есть этот красота, все эти броски. Из-за этого этот вид спорт чуть-чуть отличается. Ну, я скажу, что все спортивные, кто по боевому самбо выступают, они выступают и по ММА. И ребята с ММА тоже переходят в боевое самбо. Скажи, пожалуйста, разнообразие техник в боевом самбо очень большое. Что тебе больше нравится, ударная техника, болевые приемы или броски? Все я люблю. Вот именно это почему я выбрал такой вид спорт, который я могу и бросать, и ударить, и затошить. Если я любил только, например, ударную технику, только ударной техникой занимался, если я любил только бороться, то, наверное, или спортивный самбо, или вольная борьба, или только дзюдо бы боролся. Но я люблю все, на самом деле. Для меня это шахмат. Очень много вопросов, очень много ответов во время боя есть. Насколько популярно именно направление боевое самбо в Израиле? Тихо-тихо развивается. Люди знают, что это боевое самбо в мире, потому что есть большие звезды, как Хабиб Нурмагомедов, как Федор Емляненко, еще некоторые бойцы, которые, как я это объясню, они хорошие презентеры боевого самбо. Я как первый чемпион мира по взрослому по боевому самбо здесь в Израиле, то я, как я могу, по свой путь я это стараюсь развивать. Ну, то есть, тенденция идет к тому, что больше людей узнает о боевом самбо в Израиле, в частности, и идут заниматься. Благодарю успеху, да. Твоя подготовка к чемпионату Европы, который пройдет через неделю, как ты себя чувствуешь? Это твой первый чемпионат Европы или не первый будет по боевому самбо? Это мой будет пятый чемпионат Европы по боевому самбо. Как ты готов к пятому чемпионату Европы? Ну, скажем, как я стал чемпионом мира, как-то кругозор чуть-чуть поменялся, как я это объясню. Вот именно подход на бой. Я гораздо грамотнее, смотрю на все свои ошибки, стараюсь правильно и умно работать, потому что, может быть, спортсмен лучше меня, но если у меня будет правильный подход и хороший геймплей на бой, я могу любого выиграть. Самбо – это тяжело? Очень тяжело. Что ты можешь пожелать тем, кто приедет участвовать в соревнованиях по самбо и боевому самбо чемпионату Европы и всем остальным любителям самбо? Я буду рад, потому что побольше публика, побольше поддержки, еще вот у себя дома, что может быть лучше, чем твои люди тебя поддерживают. Это будет отлично, потому что даже люди, которые не знают, что это самбо придут и посмотрят. Так спорт будет развиваться. Больше глаза, больше внимания. Для нас это хорошо. Спасибо большое, успех очень. Смотрели мы свой репортаж с тренировки национальной сборной Израиля по самбо. Вы увидели, как немножечко проходят занятия. Уже, так сказать, практически осталось меньше недели до начала чемпионата Европы. Вы увидели интервью, которое мы сняли. Надеемся, для тех, кто смотрит YouTube-канал планеты дзюдо, для тех, кто вообще интересуется единоборствами, самбо, в частности, боевыми искусствами, было интересно. И приходите на чемпионат Европы по самбо, который пройдет в Кайфе с 19 по 24 апреля. Вход свободный. Те, кто живет в Кайфе или просто приехал, как туристы, или вообще со всего Израиля, приезжайте, смотрите, наблюдайте, приходите в залы самбо по всему Израилю, по всему миру, пробуйте себя. Это хорошее средство физического развития. Так что, добро пожаловать в мир самбо. С вами был Роман Карасенко. До свидания на YouTube-канал планеты дзюдо. До свидания.